Здравствуйте! В эфире «Право на защиту». Каждую неделю лучшие праведы края и самые авторитетные эксперты отвечают только на такие правые вопросы, которые могут коснуться каждого. Сегодня мы поговорим о праве на необходимую оборону. Когда гражданин может применить оружие для своей защиты и как можно задержать преступника до приезда полиции, об этом мы попросили рассказать нашу гостью. Это Наталья Качина, доцент кафедры Уголовного права и юридического института СФУ, кандидат юридических наук. Наталья Вениминовна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот недавняя страшная, конечно, трагедия в Казани вновь заставляет задуматься и поговорить о защищенности наших граждан от вооруженного преступника. Вот если охранник спит и полиции нет рядом, гражданин, он может защитить себя сам, в том числе, например, начав стрельбу из травматического пистолета? Ну, в современных условиях действительно состояние с преступностью неблагоприятное, и люди не чувствуют себя в безопасности. Поэтому необходимая оборона, она как раз дает возможность защитить себя самому, и применив при этом, в том числе, может быть, и оружие. В Конституции говорится о том, что каждый имеет право защищать свои права и интересы любыми незапрещенными законным способами. Ну, смотрите, по данным Росгвардии, на руках жителей нашего края находится более 130 тысяч единиц огнестрельного оружия. Ну, представляете, каждый начнет палить из стволов, наводя вот этот самый общественный порядок. Вот не будет ли здесь обратного какого-то эффекта? Так вопрос ведь в том, что не наводить порядок идет речь, а применять какие-то средства защиты, самообороны и даже, может быть, огнестрельное оружие в тех ситуациях, когда угрожают жизни, когда создается опасность для жизни. И когда такая опасность существует, то человек может в том числе и причинить смерть нападающему. Другое дело, что если применяют это оружие, используют не в связи с этими обстоятельствами, а залезли, например, в огород яблоки сорвать, а тут палят из оружия, ну, это, конечно, совсем другая ситуация. Но в той ситуации в Казани тот человек, который бы обезвредил этого нападающего, он бы был не преступником, а героем. Ну вот, как раз вы сказали фразу «пределы необходимой обороны». Давайте попробуем четко их сформулировать, чтобы было понятно. Вот действительно, одно дело, когда человек застал у себя на даче похитителя каких-нибудь огурцов, ну, наверное, не позволит ему закон начать стрельбу в этого человека. А вот изменится ли ситуация, например, когда кто-то ночью рвается в коттедж с целью ограбления? Вот как можно эти границы обозначить? Ну, вот насчет пределов, не существует пределов для той обороны, когда связана эта защита с нападением, которое угрожает опасности жизни. То есть, если угрожают жизни, нападение создает опасность для жизни, то тут обороны беспредельны. То есть, здесь можно и убить нападающего, и это все будет охватываться рамками правомерной необходимой обороны. А вот если посягательство связано уже с опасностью других уголовно охраняемых объектов, это, скажем там, имущественные отношения, здоровье, половая неприкосновенность граждан, то здесь, конечно, уже защита должна быть соразмерной. Ну, вот как это понять по-простому для наших зрителей, что значит соразмерной? По-простому она не должна быть чрезмерной, необходимой. То есть, здесь всегда подлежит оценке, и на чашу весов ставится та опасность, которая угрожала, то есть, вред предотвращенный и тот вред, который причинен. Если, например, действительно хотят там что-то украсть и причиняют смерть, и в зависимости, конечно, от всех других обстоятельств, то здесь, конечно, может быть превышение пределов необходимой обороны. А если, предположим, ночью проникают в жилище... Да еще и с оружием. Да еще и с оружием. То здесь совершенно, да даже без оружия. Здесь закон говорит о том, что если лицо в силу неожиданности нападения не может объективно оценить вот эту вот опасность угрожающую, то здесь тоже не будет превышения. То есть, представьте, в ситуации нападения любой человек испытывает стресс, и ему измерить равнодушно, вот что важнее-то, вот то, что я сейчас сделаю, или то, что мне чем угрожает. Выяснять, что там у него в кармане, пистолет или нож. В этой связи вот как раз такой пример был, нашумевший из практики, когда девушку вывез таксист в лес и пытался совершить с ней действия сексуального характера. И она, защищаясь, достала из сумочки кухонный нож, который носила с собой, вот для таких вот ситуаций, и нанесла ему ножевое ранение, и оно попало в бедренную артерию, и он от кровопотери скончался. И сначала это квалифицировали или дали оценку как на общих основаниях, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. А потом это дело получило большой общественный резонанс. Очень много возмущались, потому что здесь девушка действовала в рамках необходимой обороны, должна была защищаться, и нападение было связано с насилием. Ей в этой ситуации соразмерить, правда, куда ударить, чем ударить. Тут уже защититься и избавиться от этой ситуации. И потом переквалифицировали на убийство, совершенное в состоянии аффекта, и только спустя 8 месяцев уже, в общем, признали здесь правомерной необходимой оборону, и дело было окончено в связи с отсутствием состава преступления. Вот дискуссий, конечно, масса, поскольку вроде по закону, как вы рассказываете, каждый может стрелять в нападающего на него преступника, но на практике мы, юристы, знаем, и следствия, и суды, ну, достаточно редко признают все-таки такие действия правомерными. Вот ваша оценка, право на вооруженную самооборону, это фикция или реальность? Я считаю, что реальность, и рассматривая практику Верховного суда, я находила неоднократно примеры, когда вот признавали оборону правомерной, и это были случаи, всегда связанные, конечно, вот с опасностью для жизни, когда посягательство было связано с опасностью для жизни, и даже она, эта ситуация бывает не только тогда, когда нападают с оружием. Здесь может быть и ситуация, когда человек более физически подготовленный, пытается причинить смерть человеку, там, женщине, например, или как вот на практике я встречала случай, менее физически подготовленному человеку, пытаясь его задушить, и тот вот вырываясь, хватает тоже нож, убивает, и признают эту оборону правомерной, поскольку здесь была угроза для жизни, и было доказано, что он бы его задушил, если бы он не применил вот это вот орудие. Ну вот не каждый, безусловно, покупает оружие и вообще решится на это, а уж тем более не каждый применит его в отношении человека. И поэтому начинают придумывать разные хитрушки, там, автоматические устройства для защиты собственности, и хорошо, когда это какая-нибудь сирена в гараже или коттедже, безобидная, но ведь есть случаи, они описаны, когда и электрическое напряжение высокое подключают к заборам или к калиткам, или даже отраву в бутылках оставляют на даче, там, для пьяницы-преступника. И мне сразу, конечно, вспоминается поговорка, не рой яму другому. А вам? Ну вот вы знаете, здесь, конечно, законно разрешает применять для защиты, там, я не знаю, жилища, собственности, автоматически срабатывающие или автономно действующие какие-то устройства, но они должны быть законными. То, что вы говорите, проволока, это, конечно, незаконно, такого быть не может, поскольку здесь вот в такой ситуации можно рассматривать по правилам необходимой обороны, когда вред причинен в результате вот срабатывания этих устройств именно посягающему. Если же здесь в результате этих действий пострадало вообще постороннее лицо, которое не собиралось совершить посягательство, то ответственность для такого лица будет наступать по общим основаниям. То есть это будет уже совершенно другая история. Ну, надеюсь, понимать будут наши зрители ваши слова и как-то аккуратнее, осторожнее использовать вот такого рода ловушки. Давайте вернемся немножко еще к событиям в Татарстане. Вот вы уже сказали, что был бы оправдан человек, который бы остановил вот этого стрелка Казанского. А как вообще по закону, какими способами можно задержать преступника до приезда полиции? Ну, у нас вообще есть институт задержания лица, совершившего преступление. Это тоже является обстоятельством, исключающим преступность деяния. И право на такое задержание имеют не только представители там органов власти, но и любое другое лицо, которое стало потерпевшим, которому стали известны обстоятельства совершения преступления, тот, кто был очевидцем совершенного преступления. То есть любое лицо может задержать преступника и при этом причинить вред. И вред от причинения этого вреда будет правомерным. Вот, любое, то есть лицо. Здесь тоже необходимо как бы понимать вот эти рамки, они тоже могут быть правомерными и неправомерными эти действия. Но здесь нужно исходить из того, какое совершил преступление человек, и как он себя ведет вот при задержании. И если все обстоятельства свидетельствуют о том, что он представляет также опасность для жизни и так далее, то можно причинить также любой вред, в том числе и смерть, если он представлял опасность для жизни и тем более многих людей. Все-таки главная цель здесь не наказать, не самосуд какой-то устроить, а все-таки задержать и передать этого нарушителя, соответственно, органам власти и правопорядка. Ну и давайте в заключении еще расскажем о так называемой мнимой обороне. Вот это вот что такое? Ну, мнимая оборона это вообще оборона от кажущегося, не существующего в действительности посягательства, но лицо думает, что это посягательство, оно имеет место, хотя его в действительности нет. И здесь тоже может получить разную правовую оценку лицо в зависимости от ситуации. Вот, предположим, лицо добросовестно заблуждается относительно того, что если нет, он твердо уверен, что посягательство есть. Обстановка свидетельствует о том, что посягательство имеет место, но вот, а его в действительности... Вот здесь я, кстати, приведу пример один, когда полицейский шел мимо здания Сбербанка и там услышал крики «Помогите!». Он туда побежал в здание этого банка, сделал предупредительный выстрел, вот, и там в темноте раз кто-то метнулся. Он туда выстрелил и причинил тяжкий вред здоровью охраннику. Как потом выяснилось, охранник пригласил даму провести время, вот, выпили вина, и когда дама собралась уходить домой, он ее попытался задержать. Ну, задержать не в том смысле, что прям посягательство, ну, и дама закричала там «Помогите!», и как таково, в принципе, посягательства не было. И эти действия были расценены как правомерные. Ну, то есть, хотя, как видите, здесь не было посягательства, была мнимая оборона, но она была признана правомерной, поэтому в таких случаях действительно она приравнивается к необходимой обороне. И тоже тут вот есть такой пример из практики, когда лицо нет посягательства, но оно в силу своей мнительности, характера там и так далее, уже на каждом шагу себе видит тут нападение. Ты думал это посягательство. Да, и посягательство, как вот один был случай. Мужчина вышел на улицу, увидел, супруга разговаривает с молодым человеком. Ну, никаких там агрессивных действий со стороны этого молодого человека не было. Ему показалось, что это посягательство на половую свободу его жены. И он этого человека убил. Ну, как видите, здесь, конечно, он будет отвечать на общих основаниях. Спасибо большое, Наталья Вениуминовна. Напоминаю, что мы обсуждали сегодня право на необходимую оборону, а у нас в гостях была Наталья Качина, доцент кафедры уголовного права юридического института СФУ, кандидат юридических наук. А я лишь добавлю в конце, уважайте права других и будут справедливы с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова